Неотъемлемой частью празднования Дня Победы на протяжении многих лет является акция «Бессмертный полк». В этом году из соображений безопасности был изменен формат ее проведения. Фотографии фронтовиков были размещены на автомобилях, общественном транспорте, а также на специальном сайте в интернете. Для учащихся образовательных учреждений края проведены памятные мероприятия, на которых они могли рассказать о своих родных и близких, сражавшихся за родину. В каждой школе района была проведена своя акция «Бессмертный полк». Педагоги и школьники пришли на линейку, чтобы вспомнить и рассказать о своих родных и близких, которые сражались в годы Великой Отечественной войны. В первом лицее, который носит имена семи героев Советского Союза, памятное мероприятие началось с рассказа о каждом из героев. Владимир Перепенко, Евгений Зикран, Иван Игнатенко, Илья Полякахин, Петр Барабанов, Василий Вальков и Николай Ясауленко закончили эту школу накануне Великой Отечественной войны и сразу отправились на фронт защищать свою родину. Ясауленко Николай Савельевич участвовал в Великой Отечественной войне с 1942 года. Командир авиаскадрильной. За отличное выполнение заданий командования и проявленный при этом доблесть и героизм Ясауленко Николай Савельевичу было присвоено звание Героя Советского Союза. Участники акции держали в руках портреты фронтовиков. Каждая из них – это история жизни, сложной, полно трагических событий, но в то же время мужественной и самоотверженной. Это наш дед Маиспренко Иван Иванович. Казачья семья. Они одни из первых сюда приехали, осваивали хозяйство Станицы Славянской. В 1941 году его забрали на фронт. У него было три сына. Бабушка Варвара Кузьминична каждый день его ждала. В 1941 году он участвовал в боях. Одесско-Ростовская освободительная была операция. 150-й стрелковой дивизии. Это были первые годы, ребята, войны на Кубани. Враг прорывался к нефтеносным районам. Вся дивизия погибла. Ее даже расформировали, потому что не было живых, не осталось ни одного бойца. Мы до сих пор не знаем, где он похоронен. И только, ребята, спустя 40 лет, вот это наша справка, бабушке пришла, что дед пропал без вести. Мы не знаем, где его могила, но на стеле у нас в городе, высеченная его фамилия, мы всей семьей каждый год за столом вспоминаем его. И очень надеемся, что где-то в братской могиле мы найдем его и обязательно почтим его память. Учитель русского языка и литературы Татьяна Гриценко – дочь фронтовиков. Рассказывая о своих родных, она едва сдерживала слезы. Мама у меня родилась 22 июня. И в день начала войны ей было 17 лет. Чтобы пойти на фронт, она приписала себе год и ушла. Воевала летчицей. Но под Курской дугой была ранена в голову. И долго лежала в госпитале, а потом отправилась на фронт, на Восточный фронт, там, где с японцами воевали. И там встретила моего отца, будущего мужа. А он был тоже на войне участником. Он был артиллеристом. Они прожили долгую жизнь. Жили и на Сахалине, и в Сибири. Осваивали целину и приехали на Кубань уже в пожилом возрасте. Здесь собирались 9 мая фронтовики. И это были такие, знаете, они мало рассказывали о войне. Они радовались и вспоминали фронтовых друзей. Пожалуй, нет в нашей огромной стране человека, кого бы ни коснулись события тех страшных лет. В каждой семье есть свои герои. Школьники рассказали о родных, участниках Великой Отечественной войны. Вспоминали всех, не только фронтовиков, но и узников фашистских концлагерей, тружеников тыла, детей войны. В судьбе каждого из них война оставила неизгладимые шрамы. Пока звучат их имена, они с нами. И мы помним о цене Великой Победы. А если мы сюда еще вспомним тех, кто будут замучены в Солоспилсе, это детский лагерь смерти, где собирались всех детей, только дети. Представляете, концентрационный детский лагерь смерти. А сюда еще вспомним Хинваль, а сюда еще вспомним Освенцы, а сюда еще вспомним концентрационные лагеря, которые будут раскиданы у нас, по России, по Советскому Союзу. Потому что немцы, захватывая территорию, они сразу устраивали такие концентрационные лагеря. В таком лагере, в котором Ростова, будет мой дед, он из этого лагеря будет бежать два раза. Каждый раз, один раз его поймают первый раз, но почему-то не убьют, забьют до смерти, но вышли. И второй раз с такими же отчаяними, как он, товарищами, он устроит побег из этого лагеря. И никогда не будет рассказать. А когда мы будем приставать, я ему спрашиваю, ну расскажи, расскажи, расскажи. Он будет все время плакать и никогда не будет рассказать. А вся грудь была в боевых медалях и орденах. Но память о тех 27 миллионах, 27 миллионах, вы можете себе представить, какое количество людей? Она должна остаться на века. Слишком многому за нее отдали. Слишком дорогая цена. Поэтому она всегда должна быть, эта память. Память всех павших школьники и педагоги почтили минутой молчания. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». Ага. Ура.